Всем привет! Вот мы наконец и добрались до болтовой винтовки AXMC в калибре 338 землопуа магнум, путь до которой был довольно тернист, но обо всем конечно по порядку. Это последнее стрелковое оружие, которое я еще не обозревал, на все остальное уже есть обзоры на канале. Дополнительно выходят рейтинги по каждому классу вооружения в игре, где разбор каждого борца происходит в более короткой форме. Все таблицы можно найти в группе вконтакте, на которую я рекомендую подписаться. В ней много эксклюзивных и дополнительных материалов, которые постоянно обновляются, в том числе рейтинг наиболее ценных ключей по каждой локации, которые желательно иметь при себе. Ну а если у вас есть возможность поддержать автора, то у меня есть страница на бусте, где все материалы выходят значительно раньше, а также имеется свой эксклюзивный контент. Снайперская винтовка с продольной скользящим затвором AXMC по моему мнению относится к так называемому high-end контенту и мне это нравится, так как это с одной стороны выступает как балансная мера, так и повышает ее ценность и желаемость. Приобрести данную винтовку можно только у торговца егеря на четвертом максимальном уровне прокачки за 220 тысяч рублей, но для начала ее еще нужно разблокировать, выполнив задание у того же егеря, убив босса диких на локации лес штурмана, а также принести и передать его ключ с пометкой найди на вреде. Для опытных игроков данное задание думаю не будет прям какой-то проблемой, но для новичков и неопытных игроков придется изрядно попотеть. Попотеть пришлось и мне, с одной стороны все звучит легко, но с другой я такой не один и желающих убить штурмана предостаточно. То не везло с респом и кидало на край карты, пока доберешься до новой лесопилки, в местах где обитает босс локации штурман уже уничтожен, а еще шанс его появления составляет всего 25 процентов и это не означает что босса можно встретить обязательно в каждом пятом рейде. Было, что 10 рейдов подряд не было босса, а бывало и так, что в трех подряд рейдах встречал, тут полный рандом и еще мало добраться до новой лесопилки и обнаружить штурмана, его еще нужно одолеть, залутать и выйти с локации, а вокруг одни вражеские чувака и не всегда честные, так что проблем было предостаточно даже при игре в группе с товарищами. Как итог, оружие малодоступное либо просто я такой криворукий, но к слову в свое оправдание в этом вайпе еще не встречал противников с этим оружием, к счастью, потому что оружие в общем неплохое, но уж очень узконаправленное. В общем, после покупки оружия единственное, что мы можем на нее дополнительно установить, кроме конечно прицелов, так это глушитель, вот и весь тюнинг. Но расстраиваться тут не стоит, оружие уже в базе обладает просто превосходными характеристиками и не нуждается в улучшении. Да, эргономика тут практически самая низкая среди конкурентов, особенно если установить глушитель, но это оружие не про активный геймплей. Да, это влияет на длительность удержания оружия в режиме прицеливания, особенно когда учесть вес, и он тут самый большой, конечно среди одноклассников, что в теории дает самое малое время удержания оружия, но как я уже ранее сказал оружие не про активную игру, а больше про стреляющий камень, ведь это все же снайперское оружие, поэтому занимаем позицию, ложимся и ждем нашу цель. И такие позиции могут находиться на значительном удалении от врага. Высочайшая точность, пожалуй лучшая не только в своем классе, но и в игре, позволяет вести уверенную прицельную стрельбу на дистанциях в 200 метров. При использовании соответствующих оптических прицелов с высокой кратностью приближения и выставления всех поправок по упреждению, вести стрельбу можно на 300-400 метров. И это все также возможно еще благодаря используемому боеприпасу в калибре 338 лапо магнум. Остальные характеристики оружия, на мой взгляд, не настолько существенны для снайперских винтовок с продольно скользящим затвором, даже такой показатель, как вертикальная дача. Она тут к слову самая высокая. Что касается боеприпасов, одной из основных фишек оружия, то Тейк Икс доступный к покупке на четвертом уровне механика, после выполнения соответствующего задания в количестве 40 штук за один завоз по цене в 1400 рублей за один патрон. На мой взгляд, малоэффективный боеприпас, несмотря на урон 196 единиц, обладает пробитием всего 18 и при попадании его в любую из конечностей, этот боеприпас ее уничтожит и нанесет только серьезный урон по всем оставшим частям тела, но не убьет персонажа. Например, если попасть в незащищенный живот, то в грудь пройдет урон примерно в 48 единиц, поэтому брать его не рекомендую. Правда, есть еще такой плюс, что Тейк Икс улучшает точность, но с другими патронами проблем с точностью замечено не было, поэтому все равно проходной вариант. УПЗ. Можно купить у Егаря на четвертом уровне, из плюсов пробивает уже третий класс брони и наносит урон в 140 единиц. Стоит один патрон 788 рублей и за один завоз можно купить 50 штук. Неплохой вариант для Мьёльнира. Он для АХМС снова не лучший выбор по причине недостатка пробития. Ухудшение точности на 5%, да и скорость полета поля всего 849 метров в секунду. В общем, не рекомендую. ФМГ. Это тот боеприпас, которым следует уже играть. Купить, правда, его можно только на четвертом уровне Миротворца за примерно 2200 рублей за один патрон. И то, в количестве всего 20 штук за один завоз. Придется запасаться заранее. Но зато данный боеприпас способен поражать врага в грудь при надетой на нем броне четвертого класса защиты всего с одного попадания. Урон заявлен на уровне 122 единиц. Этого хватает с головой даже с учетом падения бронепробития и урона с увеличением расстояния. Пятый класс брони пробьется 100% шансов уже со второго попадания. Так еще и пуля летит со скоростью 900 выстрелов в минуту. И каких-либо дебафов тут нет. В общем, рекомендую. Лично я играл только с этим боеприпасом. Но вот есть еще АП, который обладает просто запредельным пробитием 79 единиц и уроном 115. Но найти данный боеприпас можно только вреди. Я с ним играл, конечно, и ничего не понял. Разительной разницы с ФМГ патронов замечено не было. Что в первом, что во втором случае. Возникали ситуации, когда враг не умирал с одного попадания в тело. Даже при учете отсутствия на нем брони. Так как во многих ситуациях пуля попадает в руку, находясь перед грудью, когда персонаж держит оружие. Поэтому нет смысла стремиться играть только на АП патронах. Если есть, хорошо. Продавать все равно на барахолке не выйдет. Да и торговцы много за них не дают. Поэтому если нашли, используйте смело. Но и при игре с ФМГ какого-то дискомфорта не ощутите. Повторюсь, АП боеприпас не дает 100% гарантий на уничтожение врага с его одним попаданием. Он всего лишь даст больше шансов на поражение противника в грудь, при надетой на нем броне 5-6 класса защиты. Но таких я встречаю. Даже спустя 4 месяца после вайпа не часто. Что касается самого оружия. То поначалу я рассчитывал, что это будет что-то сверх нагибучее. Но нет. Это в первую очередь снайперское оружие. С продольно скользящим затвором. И отсюда все присущи данному классу минусы. Про активный геймплей можно забыть. Оружие обладает большими габаритами медленной перезарядкой между выстрелами. Благо имеется магазин на 10 патронов, которого в большинстве случаев даже одного хватает. Кидаем еще двадцатку патронов россыпьев в защищенный подсумок и так играем. Все же патроны тут также ограничены и частенько бывает, что не удается их купить впрок. Конкуренты быстренько раскупают. Но со временем данное оружие мне все больше начало нравиться. Хотя я не могу назвать себя снайпером. Оружие, как по мне, отлично подходит для выполнения заданий, предназначенных только для болтовых винтовок. Уничтожение рейдеров, боссов, ЧВК и отступников на больших дистанциях, в районе 200-300 метров. Пуль летит быстро и точно. Особенно понравилось уничтожать отступников на локации маяк, из-за возможности вести стрельбу на такие большие дистанции. Да и в общем оружие, как по мне, только для таких дистанций годится. Можно конечно вести стрельбу на дистанциях в 100 метров, но максимальную уверенность получаешь на большой дистанции только с AXMC, так как перейдя после нее на другие болтовые либо марсманские винтовки, использующие боеприпасы 7,62х51 мм НАТО. Ощущаешь сразу, насколько хуже летит боеприпас и насколько сильно не хватает его урона. Особенно при уничтожении боссов с их свитой и отступников, обладающих повышенным запасом здоровья. Если вам нравится неспешный геймплей и отыгрывать роль снайпера, то данная винтовка однозначно вам понравится. И я могу и смело рекомендовать попробовать. Правда следует учесть, что это не дешевое удовольствие. Дорого стоит само оружие и боеприпасы к нему, но помимо этого нужно взять еще второе оружие, дабы отбиться хотя бы от диких на малой дистанции. И чем лучше будет второе оружие, тем соответственно выше будет ваша эффективность и против ЧВК на упоре, и следовательно выживаемость. А отсюда и меньше придется тратить денег на постоянную сборку в рейд и страховку оружия. Как по мне оружие полностью оправдывает все затраты, цену покупки и приложенные усилия к ее получению. Можно использовать даже без глушителя. Да, вас слышно будет через всю карту, ну и пусть. Пускай боятся идти в нашем направлении, зная, что у нас что-то поистине грозное в руках. Ну и на сегодня всем спасибо за просмотр данного видео. Оценивайте его в комментариях, пишите как вам данная винтовка и какое еще ждете оружие в этом калибре. Лично я ожидаю СВ-18 и СВЛК-18 сумрак. Если интересно узнать какое еще может оружие появиться в игре, то подписывайтесь на канал, так как данное видео уже на подходе и в первую очередь появится на моей странице на бусте. А также скоро будет обновленный рейтинг всех болтовых финтовок, где AXMC занимает одну из лидирующих позиций. Дальше будет еще лучше. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok